Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить очень-очень вкусные такие пирожные. Это будут у нас заварные кольца во фритюре, сверху покрытые очень вкусной глазурью. Готовятся они элементарно, получаются всегда эффектные и при этом очень вкусные даже на второй день. Мне пришлось готовить аж две порции подряд, потому что уходят они очень быстро и нравятся реально всем. Даже тем, кто не особо любит эклеры, то бишь привычные нам заварные пирожные. Получаются они внутри и нежными, и воздушными одновременно. При этом они немножечко сочные и за счет того, что они пропитываются глазурью. Ну в общем давайте приступим и все расскажу по ходу. Воду, масло, соль и сахар отправляем на огонь до закипания. Тем временем просеиваем муку. После того, как водичка у нас закипела, всыпаем сразу всю муку и начинаем заваривать тесто. Мука должна полностью собраться в ком и не быть никаких белых проблесков незаваренной муки. И на дне кастрюльки у нас должна появиться своеобразная такая корочка. Сейчас покажу о чем я. Вот, как бы поджариваться должна мука. Выключаем газ, немножечко еще покувыркаем, отправляем остывать. Либо просто воспользуемся миксером, оно быстрее у нас остынет. Температура должна быть менее 70 градусов. И начинаем вводить по одному яйца, при этом хорошенечко перемешиваем. Удобно, конечно, это делать миксером. Полностью до однородности должны перемешаться все наши ингредиенты. То бишь, изначально заварное тесто с яйцами. Получается примерно вот такая вот текстура. Абсолютно гладкая, без комочков каких-либо. Все, уже наше готовое заварное тесто. Я буду выкладывать вот такой вот довольно крупной насадкой, чтобы получились довольно крупные кольца. И выкладываю сразу все тесто в кондитерский мешок. Я буду использовать вот такие вот кусочки пергамента. Он у меня силиконизированный, поэтому я его ничем не смазывала. Если вы будете использовать обычный пергамент, обычный белый, неважно какой, его изначально смажьте немножечко растительным маслом. Просто пальчиком пройдитесь и растительным маслом смажьте. И отсаживаем кольца желаемого размера. У меня эти квадратики где-то 7 на 7 были разрезаны. Ну и соответственно по их размеру я как бы отсаживала и кольца. У меня в кастрюльку помещается 3 штучки, поэтому изначально сразу уже готовлю себе 3 штучки. Пока те у меня жарятся, отсаживаю новые 3 штучки. И сейчас покажу, как очень просто и быстро жарятся наши эклерчики во фритюре. Вот такая вот красота изначально у нас получается. Ставим на огонь растительное масло без запаха. И после того, как оно хорошо разогреется, вот так вот хоп и переворачиваем. Отправляем вместе с бумагой туда во фритюр. Сейчас наша бумага еще крепится к тесту. Но после того, как тесто немного пропечется, бумага сама начнет отходить от теста. Оно должно посветлеть. Вы будете видеть, когда тесто начнет светлеть. Сейчас его отдирать вот так вот очень неудобно. Видите, не отпадают наши эклерчики. И вот прошло немножечко времени, они уже начинают отставать. Можно, в принципе, снять их и сейчас, что, собственно, я вот и сделала, чтобы показать вам такой вариант. А можно дать им пропечься еще сильнее, и тогда бумага совсем вся хорошо отойдет. Сейчас покажу, о чем я имею в виду. Уже сниму последний, на следующей порции вам покажу, о чем я имею в виду. То есть, если они у вас полностью посветлели, то бишь пропеклись уже, бумага, вы видите, сама просто отлетает от них. Но там они уже практически вот готовы, когда с одной стороны. И перевернули, и жарим с другой стороны. Полностью их нужно будет отстудить. Вот такая вот красота у нас получается. И теперь нужно приготовить глазурь. Глазурь элементарная. Я изначально всыпаю сахарную пудру. Просеивать ее не буду. Она у меня прекрасно и так разойдется. И добавляю сюда мед. Можно добавить какой-либо джем. Те, которые я показывала с розовинкой, они у меня были с черничным джемом. В той же самой пропорции, как и с медом. И начинаю добавлять молоко. По одной столовой ложке добавляю, добиваясь нужной консистенции, чтобы она не была прям жидкая, как вода. Глазурь должна быть немножко жидковатой, чтобы она хорошо покрыла нашу пирожное. И при этом она немножечко впитывается в пирожное. Так как в нем мало сахара, она как бы пропитывает само пирожное. Я макаю глазурь, немножечко стряхиваю лишнее и переворачиваю. Глазурь немножечко по бокам стекает, поэтому можете выкладывать на какую-то решетку, либо салфетку. То есть, немножечко она вначале стекает. Но потом она через каких-то там минут 30-40, она начинает сверху схватываться. Ну, не так, конечно, не становится такая тверда, как пасхальная прям глазурь. Но она схватывается и перестает липнуть к рукам. То есть, сейчас ее можно еще посыпать какими-то шариками сверху, посыпкой, либо сделать какой-то декор, который вам нравится. Можно, конечно, добавить красители в эту глазурь и не париться там с добавлением джема. Но получаются очень вкусные, очень простые, элементарно готовящиеся, очень вкусные пирожные. Я думаю, вам понравится этот рецепт и вашей семье, конечно же, тоже. Готовьте с удовольствием. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok